Два серьезных ограничения, если потом потребуется готовое строительство. Следующий конкурс, о котором мы сегодня будем говорить, это развитие цифровой технологии. Здесь участвуют только юридические лица, и, по сути, здесь два серьезных ограничения, которые относятся непосредственно к компании-заявителю. Первое. Эта компания, опять же, должна быть в едином реестре субъектов МСПР. И второе. Руководители предприятия и научные руководители проекта не должны участвовать в других заявках. Неважно, в какой роли, в роли заявителя или руководителя другого предприятия или этого же предприятия, они участвовать не могут. Повторюсь еще раз. Конкурс направлен не на совсем свежесозданные компании, а предполагает, что компания имеет опыт реализации неокр и имеет опыт коммерциализации неокр. Результаты были получены, и какие-то продажи уже были. Когда проходит оценка заявки, в том числе анализируется структура выручки компании. То есть, что компания до этого заработала, что именно делает. То есть, если она сдавала помещение в аренду, это любая история. Если они создали продукт и уже его продавали, это совсем другая история. При этом важно обратить внимание, на этот конкурс может компания заходить или с новым продуктом, тот продукт, который они еще не выводили на рынок, но где требуется серьезное проведение полноценного неокра. Или они могут заходить с какой-то продукции, которая у них уже есть, но требуется серьезная его доработка, серьезная модернизация, требующая также проведение полноценного неокра. Со всеми составляющими неокра. Что мы ждем в качестве результатов выполнения проектов по развитию ЦТ? Первое – это точно так же завершение неокра. Второе – создана научная или научно-техническая продукция. В данном случае это может быть или опытный образец, если говорить в терминах гостовских, или это готовый продукт, предсерийный образец, если мы говорим в общем. То есть условно за границей окончания проекта уже должны начаться продажи. Не обязательно в первый месяц после окончания проекта, но это должна быть ближнесрочная перспектива. Более того, по всем проектам мы просим заявителей спрогнозировать развитие проекта, и развитие предприятия, показать, какую выручку они будут генерить от продажи той продукции, которую они разрабатывают, и компании нужно отчитываться в течение пяти лет после окончания проекта о том, как они эти планы выполняют. И последний пункт, если возвращаться к нашим результатам, должно быть подано заявление о включении продукции, созданной за счет гранта или в единый реестр программ для ЭВМ, или в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Повторю, здесь обращаю внимание, что подана заявка, то есть не обязательно включение именно в реестр, а подана заявка. То же самое касается и результатов на РИД. Задача заявителя в ходе выполнения проекта подать заявку на РИД. То есть это может быть заявка на свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, это заявка на патент. Понятно, что в рамках проекта можно не успеть получить эти документы правоохранные, но заявку вы должны подать. То, что касается основных условий самого гранта. То есть грант у нас дается до 20 миллионов рублей. Никто вас не заставляет выбирать максимальную сумму, вы должны трезво оценивать, какая сумма вам нужна, в зависимости от того перечня работ, который вам необходимо реализовать. 20 – это максимальная планка. Обязательно привлечение внебюджетных средств в размере не менее 30% от суммы гранта. О том, какие это могут быть средства, я остановлюсь чуть позже. Но здесь важно понимать, что на часть, которую вам предоставляет государство, вы должны привлечь некие свои деньги, деньги из внебюджетных источников, которые также пойдут на реализацию самого проекта. И срок выполнения НЕОКС составляет 12, 18 или 24 месяца. Здесь в старте немножко эта история попроще. Здесь отдельный слайд добавил, касающийся направления расходов бюджетных средств. В принципе, он справедлив и для старта, вот этот верхний пункт направления расходования бюджетных средств. Единственное, там немножко разная процентовка, вот то, что указано в скобках. Если нужно, подстарь, то потом отдельно скажу. Итак, направление расходов бюджетных средств, на что вы можете потратить свой грант. Первое – это заработная плата с начислениями. Второе – материалы сырье комплектующие, но не более 30% от суммы гранта вы можете потратить по этой статье. Третье – это оплата работ, ну, фактически, с исполнителей и сторонних организаций. Тоже не более 30% от суммы гранта вы можете потратить по этой статье. И прочие общихозяйственные работы – это то, что связано, по сути, с функционированием самого предприятия. Вы можете потратить до 10% от суммы гранта. Направление расходов бюджетных средств. То есть, те минимум 30%, которые вы привлекаете. Вы можете потратить на исследованные разработки, если они требуются в дополнение к тем работам, которые выполняются за бюджетные средства. Приобретение машин и оборудование. Приобретение новых технологий. Причем в эту статью могут входить и приобретение прав на патенты или лицензии, если они требуются для реализации проекта. Приобретение программных средств. Производственное проектирование. Обучение и подготовка персонала. Маркетинговые исследования. Подчеркну, что маркетинговые исследования можно делать только за бюджет. И внедрение современных систем контроля качества и сертификации продукции, если это требуется. То есть, достаточно широкий список тех направлений расходов, которые вы можете произвести за счет внебюджетных средств. Итак, что является источниками внебюджетных средств? Это могут быть собственные средства заявителя. Это могут быть средства инвестора. Это могут быть заемные средства от физического или от юридического лица, неважно. И четвертый вариант – это кредитные средства. Вы, заявитель, не обязан выбирать какой-то один из вот этих четырех пунктов. Это может быть комбинация. То есть, он условно может из этих 30% половину привлечь собственных средств и половину, если не хватает, допустим, заемных средств. Или там средства кредитные и средства инвестора. Ну, то есть, комбинации могут быть разные, но в сумме вы должны выйти на 30% от суммы гранта. Каким образом это подтверждается? Если вы привлекаете собственные средства, вы должны представить, во-первых, решение учредителей о том, что вы эту сумму выделяете под конкретный проект. И второе – вы должны подтвердить, что эти средства у вас есть. Это может быть финансовая отчетность. Если из нее однозначно можно увидеть, что эти средства у вас у предприятия, у заявителей имеются, или вы представляете выписку с расчетного счета в банке о том, что эта сумма у вас умеется. Средства инвестора и заемные средства – это подтверждение их привлечения, это договор. Соответственно, договор инвестирования, реинвестиционный договор, по-разному можно их называть, и, соответственно, договор займа, ну и кредитный договор. То есть любой пункт закрывается обязательным набором документов, которые поименованы все в положении. В положении прям подробно расписано, какие документы являются подтверждением. Но я просто хочу, чтобы вы уловили общую суть, что про собственные средства я сказал, что это решение акционеров, плюс подтверждение наличия этих средств. По остальным пунктам – это договор, и также подтверждение наличных средств. То есть наличие средств. Понятно, по кредитному договору наличие средств подтверждать не нужно. Если вы показываете привлечение средств инвестора или заемные средства, вы должны подтвердить, инвестор или взаимодатель должны подтвердить, что эти средства имеются, опять же, или финансовой отчетностью, или выпиской со счетом. Дальше. К критериям отбора заявок. Критерии отбора заявок в целом похожи на те критерии, которые я вам демонстрировал по старту, с небольшими нюансами, которые связаны с зрелостью проекта. Здесь добавляется оценка финансо-экономического состояния предприятия, наличие возможности привлечения материально-технической базы, необходимой реализации НИОКР. Но в целом основные, скажем так, основные блоки критериев и основные подкритерии, они идентичны и направлены, первые, на оценку научно-технической составляющей проекта, вторые, на финансово-экономическое составляющие проекты, третьи, на кадровые. Опять же, если нужно, потом готов более подробно остановиться на каждом. Обращаю внимание, что в приложении к положению конкурса, где все вот эти критерии перечислены, перечислены вот эти подкритерии, и напротив каждого подкритерия указано, что именно экспертами оценивается по данному подкритерию. То есть что смотрится, что нужно указать в заявке, чтобы эксперты могли однозначно оценить ту или иную информацию, которую вы представляете по проекту. Теперь о том, когда... оценивается по проекту.